Доброго времени суток! Доброго времени суток! Доброго времени суток! Здесь это отсутствует! Здесь исключительно мелкая работа в виде огромного количества фотоотравления! Много смоляных деталей, но это мы сейчас рассмотрим более подробно У меня модель идет в эксклюзивной комплектации Вы можете выбрать комплектацию на сайте Лавка Корабелу То есть там есть обычный набор с рубкой из груши И набор полностью с рубкой и обшивкой из груш У меня идет набор, как видите, с отделкой груш Сейчас мы рассмотрим все детали Сейчас я коробочку уберу В коробке у нас идет инструкция, точнее их две Одна идет в виде брошюры, а вторая представлена уже непосредственно с фотографией Здесь у нас идет расшифровка условных обозначений Соединено скрепкой в формате А4 на листах все распечатано, все цветное Все понятное Тут у нас идет сборка котла, так как деталей там очень много, поэтому это очень важно Обозначение всех деталей, шпангоутов Расшивка лазерная, как и было и у славянской ладьи Я размещу в подсказках плейлист, может быть кому-то будет интересно посмотреть Там было сделано море И еще будет несколько роликов по парусу и команде И также пластины с фототравлением Сама инструкция выполнена в виде брошюры, как и было и у ладьи Но у ладьи там немного этапов сборки меньше, поэтому там инструкция была потоньше Опять же, стапель, все основные элементы указаны Инструкция очень подробная Например, я сейчас работаю с скутером Лека Море от фирмы Конструкта Там инструкция, это просто, я не знаю, очень сложно все Но очень интересно, здесь вот инструкция действительно дана Мне кажется, даже новичок сможет разобраться и понять, что к чему и как это делается Это непосредственно сборка всех узлов котла Все эти детали в основном даны в смоле Они распечатывались на 3D принтере, делалась мастер-модель и после этого отливалась Высокодетализированный у нас котел будет То есть вот над этим, над всем надо будет работать И плюс не оставлять травления в таком виде То есть мы будем с ним работать в плане визеринга Вот как будет выглядеть наш котел в сборе Итак, посмотрим, что же нам производитель предлагает в коробке Это большая плата фотоотравления Огромное количество просто мелких деталей Но они настолько детализированы И оживят модель максимально И приблизят ее к реальной Точнее к реально существовавшей Есть мелкие детали По которым можно уже сказать о том Насколько производитель пытался воссоздать данную модель Посмотрите на эту мелкую деталь Которая даже есть в проточках Продолжаем наш обзор Проволока трех разных диаметров Видимо для трубопроводов котла Хотя я не уверен Остекление Остекление, наверное, придется проходить футурой Немного зажжено оно лазером Но футура, я думаю, это все очень легко поправит Как и с ладьей В комплекте у нас идет стапель Что очень сильно облегчает нам сборку Так как Уже нет проблем с позиционированием шпангоутов И это очень радует Две планки Со шпангоутами И с килем Довольно-таки толстая Панель То есть тут точно вы ничего не сломаете При установке Если вдруг где-то нажмете посильнее Ничего страшного не произойдет Так как толщина Приемлемая 5 миллиметров Рубка Из груши Лазерный крой Плюс Я так понимаю, что Эта разметка под установку Дополнительных деталей Очень удобно Вы не ошибетесь В плане того, что Куда именно Стоит устанавливать Какие части Обшивка Дана двумя листами Как и у славянской ладьи Здесь лазерный крой Очень тонкий лист И это говорит уже о том, что Установка ее На модель Будет Максимально упрощена Единственное С ней нужно работать аккуратно Так как Толщина данного листа Скорее всего 0,5 миллиметра И легко можно повредить В принципе В случае неаккуратного действия Флаг Напечатан на Материи Причем Материя довольно-таки тонкая Если сравнивать даже С другими Какими-то Производителями Например Сейчас вот у меня в работе От конструктора Лека Море От конструктора Там флаг Очень толстый А у Виктори От Артезания Латина Флаг тоже Толстый Причем Масштаб там Гораздо меньше Чем здесь Так что флаг Здесь дан Очень качественный Единственное Ему нужно будет Придать Форму По ветру Если Такой Будет у нас Подставочка С Гравировкой Фальконет У славянской Ладии Такого не было Думаю что Это очень Хорошая вещь Так как Говорит о Производителе Очень много Спрашивали Кто производитель Ладии Когда я с ней работал Поэтому Здесь даже проще Здесь все уже Есть Но подставочку Я вряд ли буду Использовать Так как Я не привык Оставлять Модели Без Основание И у меня Будет Диорама Но Подставочку Соберу Так как В процессе Работы С моделью Очень удобно Осталось У нас Три Платы Здесь Идут Шпангоуты Которые В инструкции Я видел Что часть Шпангоутов Идет Толстый С ДВП И часть Идут Тонких На них Сделан Там Акцент Здесь Также Идет Киль Видимо Он будет Устанавливаться Дополнительно Для Утолщения Или Или для Скрытия ДВП Чтобы Было Деревянное Покрытие Киля Внутреннее Украшение Катера Решетки Причем Решетки Не фототравленные Они Сделаны Лазером Посмотрите Насколько Они Мелкие Отверстие Где-то Полмиллиметра Если у Славянской Ладьи Обшивку Нужно было Собирать По Лекалу Из Нескольких Частей Там Надо Было Надфилем Подгонять Детали По Толщине Но Там Именно 0,5 Миллиметра Обшивка Она Не позволяла Сделать Это Лазером И Здесь Производитель Нам Лазером Прорезал Ту Часть Которую Нам Необходимо Было Снимать И Это Очень Удобно Так Как Здесь Вы Не Ошибетесь С Толщиной Стачивания Перейдем К самому Интересному В данной Модели Это Непосредственно Сам Котел Который Изготовлен Из Смоляных Деталей Точнее Будет Изготавливаться Из Смоляных Деталей Огромное Количество Комплектующих Для Котла Я Сейчас Все Это Высыплю Чтобы Вы Могли Оценить Количество И Качество Сидение В рубку Но Это Не Очень Интересно Хотя На сидениях Даже Сделаны Заклетки Непосредственно Сами части Котла Причем Формы Тоже Идут С гравировкой Фальконет То есть Даже Здесь Указан Производитель Это Очень Хорошо Посмотрите На Качество Детали Я Не Вижу Здесь Ни Облоя Ни Смещений Каких То С Учетом Того Что Это 48 Масштаб На Котле Присутствуют Даже Все Гайки И Посмотрите На То С Каким Количеством Деталей Нам Придется Работать При Сборке Данного Агрегата Качество Бесподобное Просто Редко Встречаются Наборы С Подобной Детализацией Есть Прозрачные Детали Пока Не могу Сказать Для чего Они Будут Использоваться Но Они Есть Причем Отлиты Они Насколько Я понимаю Тоже Из Смолы Подведем Небольшой Итог По Содержимому Коробке Насколько Мне Понравилось Или Не Понравилось Это Чисто Визуально Пока Но Что Я Могу Сказать Я Не Так Давно Занимаюсь Сборкой Судов Я Не Говорю О Пластике Пластики Я Вообще Не Собирал В Плане Что Чего То Морского В Плане Дерево Я Уже Поработал С наборами От Артезания Латина От Конструкта От Амати И Что Я Могу Сказать Что Вот Данного Качества Смоляных Деталей Фото Травления Я Пока Нигде Не Видел То Есть И Такой Мелкой Деталировки Проработки Я Тоже Пока Еще Не Встречал Может Быть Я Работал Не С Теми Наборами Которые Хотелось Бы Видеть У Себя В Руках Но Что Славянской Ладе От Данного Производителя Я Был В Восторге От Качества Самой Модели Что Распаковка Данного Комплекта Мне Говорит О том Что Модель Будет Собираться Очень Легко И Просто И Не Будет Каких Либо Проблем Сам Набор Очень Интересный Сам Набор Очень Качественный Если Вдруг Кто Захочет Приобрести Заходите По Ссылочке В Описании Переходите Смотрите Там Есть И Славянская Ладья В принципе Если Вы Заинтересуетесь Все Ссылки Я Оставлю Кому Видео Оказалось Полезным Подписывайтесь На Новое Видео Так Как Нас Ждет Сборка Данной Модели В Вконтакте Был Опрос Все Кому Это Интересно Решили Что Сборка Должна Ити От Начала И До Конца Единственное Только Возможно Я Буду Вырезать То Что Не Особо Интересно В плане Однообразности А На данный Момент Я С вами Прощаюсь До Встречи В новых Роликах Всем пока Субтитры